Государство обеспечить Латвия развитие. Именно эти слова чаще всего встречаются в декларации нового правительства Кришиниса Каринша. Зато нет в нем слов национального меньшинства. Анастасия Дьяконова анализировала документы нового кабинета министров. 9 часов утра. Красный зал Сейма. Красный галстук на тот момент еще кандидата в премьеры Кришиниса Каринша. А на столе в тон остальным вещам красные ручки для политиков, представителей коалиционных партий и будущих министров. Они должны подписать три документа. Договор о сотрудничестве, фискальной дисциплине и декларацию правительства. Эти документы определяют, как и над чем будет работать новый кабинет министров и парламент. Самый объемный документ, подписанный сегодня, — декларация нового правительства Кришиниса Каринша. Он состоит практически из 30 страниц и 247 пунктов. Новых приоритетов будущего кабинета министров, среди которых, например, укрепление демографии, улучшение безопасности и здравоохранения. Главные цели будущего правительства выглядят так. Они описаны уже в введении к декларации. Благосостояние, укрепление евроатлантического курса, фискальная дисциплина, бескомпромиссный правопорядок, уменьшение неравенства и воспроизводство народа. А вот, как выглядит текст декларации с самыми часто встречающимися в ней словами. Государство, обеспечить, Латвия, развитие, поддержка. В декларации правительства Каринша 247 пунктов. У Кучинскиса было меньше — 135. Мы выполнили как минимум на 80, потому что у нас были уже очень конкретные шаги, что мы будем делать. На данный момент из всех обещаний, обещания предвыборные и выборные пропали. Остался только ОИК и реформа самоуправления. Декларации нового правительства нет ни слова о нацменьшинствах, а также, например, о гражданстве для детей-неграждан. Последний пункт перекочевал в договор о сотрудничестве, который предусматривает, что коалиционные партии смогут отдельно голосовать по некоторым вопросам и даже поддерживать оппозицию. Были коллеги, которые все-таки отказались подписываться. Например, предложение автоматически присвоить гражданство Латвии всем несовершеннолетним, неноворожденным, а несовершеннолетним, детям-негражданам Латвии. То есть вот такой поддержки не было. Есть вопросы, по которым нельзя все-таки найти такого общего мнения. То, что появляется в декларации правительства, самые важные и значимые приоритеты коалиции, считает политолог Янис Икстенс. Приоритеты декларации не означают, что правительство не может браться за другие вопросы, которые там не появились. Жизнь меняется, появляются новые приоритеты, новые проблемы, поэтому декларацию нельзя считать чем-то святым и неизменным. Где изменения появились, так это в договоре о сотрудничестве. Он определяет, как партии будут решать проблемы и достигать компромиссов. Одним из компромиссов стала замена Коалиционного совета на заседание сотрудничества. Это собрание коалиционных политиков, где обсуждаются главные вопросы, которые будут на повестке недели как в Сейме, так и в Кабинете министров. Против Коалиционного совета выступали члены КПВЛВ, потому что, по их мнению, на таких встречах присутствовали серые кардиналы, которым там нечего делать. Отдельные вопросы Коалиция будет решать в рамках комитетов под руководством ответственного за конкретную отрасль министра. Будет планированный комитет под министром. Если там будут вопросы, которые еще не решены, то все партии, которые сейчас в правительстве, смогут вместе принимать решение.